Кто-то слоит перед всей влазь. Юмор в основном пронизывает все, что я делаю. Почему в основном персонажи советского периода? Как я родился в Советском Союзе и живу в России, то это персонажи, которые здесь известны. Зачем тиранить вокруг, лучше я буду графику рисовать. За моими персонажами иногда скрываюсь как бы я сам. В принципе, мои пиксельные картинки — это картинки, которые рождаются из жизни. Мне приходит какая-то идея, и я ее реализую. У меня, видимо, влияет все-таки школа классическая. А я вот, как я себя помню, все время хотел стать художником. У меня родители архитекторы, и с детства мне всегда давали рисовать приборы, бумагу. То есть, как бы, мне так нравился этот процесс. Мой папа все-таки очень любил Советский Союз. Это связано с тем, что он был востребованным относительно архитектором. Эти архитипы, они работают как архитипы, пока люди помнят о них. Я понимаю, что я полностью делать все, что угодно, не могу. Если я стою на балконе в высотке, я побаиваюсь высоты, у меня есть мысль, что я вот сейчас подойду и брошусь. В искусстве то же самое. То есть, чисто теоретически тебе могут приходить разные мысли, но ты понимаешь, что ты этого просто не сделаешь. Лидика заботится о себе в искусстве. Делал эту Ахматову в какой-то момент меня накрыло из-за этой разрухи. Я попал в клинику неврозов, потом в психушку. То, что я стал делать пиксель-артом, это как раз было отпускание каких-то вещей. Ты делаешь, оно тебя отпускает. Я всегда с какими-то иллюзиями борюсь. Искусство может создать иллюзию того, что ты какой-то классный. Но это только иллюзия. Лечит, да, лечит. Какое-то делать, что лечит. Какие-то есть анекдоты. Если человек попадает в психушку, он себя с то ли Наполеоном сравнивает. У меня получился Ленин. Я постоянно какие-то свои ощущения выражаю через Ленина. Это попытка справиться с агрессией. И может быть поэтому у меня есть всякие Сталины с Лениных, что вот эта агрессивность, она выражается... Художником может быть человек разных профессий совершенно. Это может быть и биолог, и программист. Просто многие люди занимаются искусством, но не осознают, что это искусство. Художник — это тоже профессия, и этому можно обучить. Мне кажется, это хорошо сравнить с компьютерной игрой. Когда есть открытая территория, и есть то, что пока не исследовано. Ты просто идешь и открываешь все новое области. Ты можешь, допустим, не нравиться большинству зрителей, но вот у тебя один будет зритель, который будет тыкать именно то, что ты делаешь. И почему бы не делать именно такое искусство, которое для одного человека. Сейчас в данный момент у меня более-менее с собой все в порядке. Ленис с нами, он с нами навеки, а в суровой борьбе впереди. Ленис с нами, он с нами навеки, а в суровой борьбе впереди. Субтитры создавал DimaTorzok